Добрый день, уважаемые друзья! С вами международный гроссмейстер Георгий Кастанеда, старший тренер русской шахматной школы и второй тур турнира претендентов нашей версии основных событий второго тура. Мы начинаем с вами с партии Шахьяра Мамедьярова. Как вы помните, в первом туре он уверенно победил. И вправе мы были ожидать, что в партии с Роняным будет все очень интересно, но партия очень быстро закончилась ничью. Мамедьяров придумал новинку в известном варианте защиты Немцовича. Вот в этой позиции он пошел G3. Хотя строго говоря, конечно, хоть G3 новинкой назвать трудно. То есть слон на C8 закрыт, поэтому попытка вернуться к каким-то каталонским мотивам, казалось бы. Но вот сейчас в общем-то в чем состоял его замысел. Он играет слоном на А3 для того, чтобы слон как-то более быстро и более реально повлиял на события. Но не боится делать ход B6 Араньян. Очень смелый и принципиальный ход. Потому что после хода CdCd, наверное, имелось в виду, что белые попытаются напугать вторжением таким Ферзя ранним. Но оказывается, что ничего конкретного у них нет. Черные успевают расставить вот так вот фигуры и даже, пойдя слон C4, перекрыть ладью и Ферзя. То есть нет между ними сейчас какого-то сочетания. Приходится для того, чтобы как-то не закрыли Ферзя после хода B5 убегать. Тогда черные захватывают пространство, потом играют вот так вот B5, не жертвуют пешку, а идут на размин. И даже как-то у них все выглядит приятнее за счет большего пространства. Но как и в предыдущей партии, как-то Араньян не ищет каких-то возможностей чего-то такого появить и соглашается на ничью. То есть в принципе очень быстро гроссмейстеры свернули свою борьбу. Так что в партии по-настоящему чего-то такого не получилось большого. Следующая партия. Владимир Крамник борется с Сергеем Корякиным. Российское дерби. Ну разыграна испанская партия, берлинский вариант, в котором Сергей очень редко проигрывает и даже Карлсон не смог его проломить. Вообще он проигрывает последний раз, он проигрывал лет 7 назад. И после этого уверенно держит здесь оборону. Постоянно против него придумают всякие многочисленные в этом варианте каверзы, но он держит. Все это идет по теории долгое время. И вот в этой хорошо известной теории позиции белые делают ход такой. А три очень принципиальные, потому что они сами провоцируют изменение своей пешечной структуры со знаком минус. Но чернопольный слон и вообще преимущество двух слонов исчезает. У белых остается такое фигурное давление. И вот строго говоря новинка Крамника здесь это ход слон g5. Когда слон стоит на g5 и очень серьезно как-то давит на коня на е7, на черные поля на ослабленные. И далее вот после таких маневров имеется ввиду белым подготовить наступление своего пешечного большинства на королевском фланге. В свою очередь черные после того как он побывал на f5 переходят на ферзевый фланг и там они полакомятся пешками, выигрывают пешку. Но во-первых разноцветные слоны это всегда тенденция к ничьей во-первых. А во-вторых у Крамника конечно есть очень серьезные перспективы на королевском фланге. То есть когда смотришь на позицию изначально кажется что это даже такой козырь может быть и достаточно окажется для того чтобы создать реальные шансы на победу. Но гроссмейстеры боролись и оказалось что все-таки недостаточно. Недостаточно у белых козырей и партия заканчивается вскоре ну как вскоре после после какой-то борьбы заканчиваться ничью. Потому что лишняя пешка конечно это ни о чем у черных. А пешка на f6 тоже не могла себя как-то заявить при ладях. А без ладей это конечно позиция ничейная и в общем они заканчивают партию в ничью. Вторая такая партия получилась содержательная и интересная. Особенно для специалистов по берлинскому варианту испанской партии. Но в конце концов ничья. Следующая партия очень интересная борьба. Не знаю как правильно произносить. Будем называть как некоторые дружественные сайты называют китайского гроссмейстера Дин. Боролся с Каруаной и Каруана предложил вариант острый вариант в каталонском начале с ходом b6. Введенный в практику такой вот после хода конь е5 безвременно ушедшим гроссмейстером Букавшиным. Иваном Букавшиным замечательным российским молодым гроссмейстером. Который придумал такую идею жертвы качества. Дело в том, что в связи с какой-то удаленностью слона на а8 у черных очень серьезная компенсация. И даже когда слон возвращается все равно оказывается, что фигуры черных очень ловко начинают скакать. Белые же еще пока не закончили развитие. И в общем удается им получить полноценную компенсацию долгосрочную. Дальше была очень интересная борьба. Вот можно обратить внимание такой вот симпатичный конь f3. На какой-то момент оказывается у белых даже лишняя ладья, но тут же отыгрывается. И значит лишнее качество снова. Слон стоит на f3. Образуются матовые сети. Длительное давление по белым полям. Очень серьезная игра. Но блестяще защищался китайский гроссмейстер. И даже вот в какой-то момент он был близок к тому, чтобы победить. То есть вот наступил какой-то момент, когда атака черных начала выдыхаться. И вот здесь, как показывали некоторые аналитики, после хода ферзии был очень неплохой шанс сыграть ферзь е1, спровоцировать выгодный размен ладьи и вполне возможно тогда по китайскому гроссмейстеру удалось бы американского шахматиста задержать. Но вот он позволяет слону стать на удобную клетку на f5, очень надежную. И вскоре они сворачивают игру, соглашаются на ничью. Очень интересная, содержательнейшая борьба, заслуживающая конечно более тщательного анализа. Но вы можете наверное сделать это без нас. Посмотреть, здесь есть чему поучиться и в защите и в атаке. И наконец, в свою очередь партия, наверное, тура. Единственная результативная партия второго тура. Это Александр Грещук играет с неудачником тоже первого тура, кроссмейстером Уэсли Со. И вот испанская партия снова, но в этот раз более боевой такой ее формат. И надо сказать, что поражение, такое тяжелое поражение в первом туре, когда Со немножко переоценил какие-то свои возможности, а потом где-то не сыграл резко с каруаной. Его мало чему в каком-то смысле научило, потому что снова он играет очень, так сказать, резко на активность. Вот это ход Д5, такое нововведение американского гроссмейстера. Это рискованное движение, потому что фигуры белых достаточно хорошо скоординированы, оказывают давление на центр. И вот после как Грещук играет Д4, у него появляется изолированная пешка. Но как раз это тот случай, когда изолированная пешка очень опасна, потому что при активных фигурах, при возможности их атаки у него все замечательно может сложиться. А вот ход ладья Е8, это первая такая совсем неудачная реакция американца, потому что ослабляет пешку на Е7, это раз, а потом конь Е6 позволяет еще больше активизироваться белым, все их фигуры введены в бой. Грещук играет как бы на привычной для позиции с изолятором территории, то есть наращивая угрозы. Замечательный ход ладья С5, вот все его фигуры участвуют, и ладья так замечательно, входит в бой. И в общем на этой вот такой территории открытого боя Грещук одерживает закономерную заслуженную победу, отправляя американского, ну бывшего филиппинского гроссмейстера в положение аутсайдера турнира, нанеся ему второе уже в этом турнире поражение. Вот очень по делу одержана победа, но во многом, повторюсь, этому способствовал сам американский гроссмейстер. Вот таким был второй тур турнира претендентов по версии русской шахматной школы. Большое спасибо! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok